карапузу короче мы съездили купили побольше короче пангерсы вот то что мы покупаем у настолько быстро растет что даже по одной пачке мы не успеваем использовать вот не лишнего не покупали взяли там одну пачку его размера когда он маленький был чем все размеры которые были вот например сколько от 0 до 5 килограмм брали потом от 6 до 11 килограмм я взял просто по приколу в запас вперед но нам пришлось их одевать сейчас я тебе померяю только сравнил и они вообще маленькие а это и вообще маленькие до целая упаковка короче осталось но мы это подарим тут у меня двоюродная сестра должна скоро родить для них вот пожалуйста запасик будет памперсов наверное на все время им хватит в общем оля подарит до эльку начали одевать 9-14 килограмм четверка вот это мэри с пачка почти закончилась вот но я пусть они остаются или но они тоже короче давят ему уже давят вот эта резинка при том что это блин ну ну ему столько килограмм нету ну тут типа 9-14 килограмма не знаю поехал короче купил самые большие которые вообще есть из мэри с больше я не нашел вот есть пятерка типа 12-22 килограмма excel сейчас мы померяем вот excel вот взял упаковку вот мэри с вообще сами по себе хорошие эти не протекают короче все дела все норму и еще решил взять еще больше которые были вообще это у нас идет вот эти так 17 плюс килограмм тут уже прям вообще большой мальчик нарисован это уже фирма памперс посмотрим это типа должны быть еще больше ну вот сейчас сравним вот это новые вот мы достали а или ты старый достала я здесь упаковку сейчас положил новые где да да это же новые вот какая excel убрала вот big написано вроде да big вот нет это м к вот они вешаем размера это big большие давай сравним просто ради интереса это м к вот они вещь какие еще элька вот с к да где-то было с к это уже у нас памперсы да и дед это да и памперсы ну тоже маленький уже это м к и элька они почти одинаковые почти одинаковые но растягиваются то есть получше растягиваются да эти вообще пипец уже вот здесь давит у него здесь вот это все покраснение но не такое как сдавлены как носки если маленький оденете и вот это все делом пролетел буквально вот ему ты там третий месяц вон улыбается он уже большой стал и все получается сегодня у нас 15 число 28 будет три месяца и это а вообще на упаковке как бы ему под по идее подходит очень хорошо запасом там вот эти вот но они уже не подходят но это еще ладно надо добить можно так вот эту эльку вот упаковку вот у нас последняя днем поносим а вот это у нас уже идет xl мышь растянуть как они эти реально да полегче да те даже одевать уже сложно и вот хотел сравнить так это что-то другое что ты не понял а нет я просто этот хотел памперс сравнить а памперс типа еще больше о длиннее да ну-ка длиннее но как будто тоньше что ли ну коры стене они то они сложены внутрь как будто чуть-чуть по-другому да здесь сделан тут вверх как-то здесь а попробуй вот эти вместе вот так вот растянуть какая больше растянется давай я вот одну подержу так и ты вот это просто растягивай это еще может растягиваться да тут видно что еще может хагис еще больше значит не хагиса какого там памперс давай сейчас оденем проверим и вот эти нормальные да мне даже больше нравится потому что они тоньше тоньше ну не знаю как протекать будет или нет давай оденем их попробуем здесь протекать будет потому что здесь все-таки потуже вот давай потестим как раз на ночь и будем уже знать все на ну сейчас мысли чтобы потом понять мы вообще как бы одевали как вот такие покупали типа на ночь а днем одевали обычные вот эти да да вот эти добьем и все так что переходим на большие размеры больше я пока не нашел размеров не знаю не вообще существует нет или нет растет у нас очень быстренько памперс вон наполняется вот но это вот мы этот на липучках до днем мы вот эти донашиваем вот такие но вот здесь вот покажу вот здесь вот перетяжка идет очень сильно до которая вот не трусики обычные но у них минус протекают они часто до у этих плюс то что не протекает но вот эта резинка и животик вот сдавливает но единственное сейчас мы их увеличили по размеру получается не должно протекать и не должно перетягивать если это будет так то значит надо брать на размер больше так что много тоже не берите если у вас только там ребенок или планируете берите чуть-чуть один раз попробуйте и может быть перескакиваете на размер 2 даже больше вот прям вот по идее ему это еще далеко до этого размера тут 12 22 килограмма он там у него нет никаких 12 килограмм он там 78 киловатт силы а тут уже памперсы видите видите лайффак вот так вот масло на этот и вот так вот здесь можно спокойно чистить у него здесь постоянно грязь грязные между пальцами вот это от этого забивается мы же вот это стираем и там катышки бывает наверно так пальцами вон такие штуки выходит но это не грязь я думал это наверное катышки да я все равно и кожа там приедет ну да тоже надо это все убирать особенно вот после того как мы искупаем вот так вот чистим вот из кремов вот вот это только закажите и вам хватит больше ничего не надо весь вагон вот эти две вещи вот вот очень классно обстрел короче мы вам очень советую мустелу вот все что от мустелы возьмете ребенку вот больше ничего не надо вот вот это масло мы его самого прям какого там первого второго дня рождения мазали его все тело мазали просто великолепная штука вот эта вторая штука это для того чтобы когда например он вдруг где-то что-то поцарапал сам себя где-то какие-то царапинки ранки или еще чего то вот этим мажете прямо офигенно работает 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 вот вот эта вещь голову мы до это голову это поку подмывать да ну подмывать и такая есть если мустелу найдут да ну в общем если берете не набирайте там мы тоже набрали очень много всяких разных фирм особенно в наших магазинах которые есть ни о чем все вот да добудьте мустелу по возможности вот наберите от мустелы что угодно вот этот весь комплект типа масло царапинки голову мыть подмывать еще чего-нибудь прям шикардос рекомендую вообще прямо от всего милана здесь руку я не знаю что она делала то ли поцарапала то ли что-то да я говорю милан пошли говорю эван поделиться с тобой вот от царапинок она где чем не поможет что для 3 помазали буквально не знаю полчаса на готову папа смотри все хорошо вот так что можно кстати да вот хорошая штук не поможет можно вот так все мы переодеваем делаю смузи домашнее молоко наши ягоды здесь жимлость и черника а сюда еще баран добавил плюс еще сейчас делаю компот тут что у нас слива черника жимолость блин финики слива что там еще блин еще много чего чем всякие ягоды разная сейчас еще воды сюда долью будет красота так смузи настоящая настоящая смузи оля попросил смузи хочет попить так вот так вот столько выпит не выпит он сделал сейчас я попью дочки отнесу сын придет сейчас гуляет думаю что должно вкусно получиться так держи и не держи за ручку спасибо спасибо попробуй да да обалденно вкусно да лето наше классное лето хорошо короче отсюда волю заходит смузи и переходит к карапузе нашему вот такой вот вот такой вот сахар да карапузик у нас все больше и больше кушает вообще просто скоро он ведрами будет есть молоко пить да все думают то что я так весь день сижу это это просто так начинает снимать тогда если вы кормлю его ну да да то хоть весь день что что тут такое если даже что тут такого как будто это что-то плохое мы делаем если бы ребенок например хотел бы весь день кушать я бы ему давала весь день я вот этих комментаторов не понимаю весь день кушать ну Оля никуда не торопится ребенок хочет кушать пусть кушать ну в чем проблема мы никому этим плохо не делаем как бы это наш ребенок как это Оля его родила что тут вообще плохого не понимаю ну там больше меньше так говорят что он будет больше есть и что ну будет больше он есть и что нет не так да если вы лично куда-то торопитесь у вас там нужно на работу идти или еще чего-то какие-то проблемы жизненные и у вас вам неудобно кормить так ребенка у нас то нет таких проблем вот Оля может кормить его столько сколько ей душе угодно вот она это и делает поэтому больше или меньше кормить что тут плохого-то вообще вот там комментируют нам типа он много ест весь день на сиськи висит ну например весь день на сиськи и что как будто знаете что-то мы плохое такое делаем вот читаешь комменты там прям так знаете мы не знаю закон нарушаем что мы такого делаем ребенок хочет кушать а мы ему даем еду что проблема что ли или там я весь день типа дома сижу ничего не делаю блин да вас вообще волнует что я вообще делаю хочу сижу дома какая вообще разница вот вот ты весь день делаешь то весь день делаешь не то ну вы же блин как-то отталкиваетесь от своих каких-то возможностей своих проблем своих там хотелок по жизни откуда вы знаете как мы к этому пришли чего мы вообще делаем хочу вот сейчас компот варю что проблема или я что-то плохое делаю вот компот варю вот смузи сделал не делать почему не сделать смузи если можно сделать смузи правильно хорошее высказывание так короче смузи я сделал сейчас все дело перемешаю дочки быстренько отнесу пускай попьет вот так и я тоже попью но я вообще больше наверное хотел вот компотик вот этот потел я на компот последнее время вот такие вот дела 17 марта 24 год наше утречко вот сейчас я готовлю кекс мы покушали только Милана еще не спускалась покушать вот хочется что-то вкусненькое а я научился делать маффины и купил вот такую штуку вот airbag называется двойное дно и там в промежутке воздух вот и здесь такие вот отверстия ну типа должно пропекаться но не подгорать вот мы делали маффины и это же тесто сейчас вот за буквально 10 минут вот замесил вот такое тесто посмотрим что у нас получится из этого я вот думаю тут на дно посыпать что-то муку антибригарная не надо маслом может просто посыпать нет так как раз это масло я использовал закончилось до конца его сюда добьем все все это дело размажем было в чем размазывать куда эту штуку делось вот это и размажем вот так сделаем итак антибригарная думаю оно вообще тут масло нафиг не нужно может чуть-чуть вот так размажем быстренько залью и все живое будет пить кофе девочек не очень хочется пить кофе не очень хочет да мой сладкий улыбашка маленький такой по размеру я не знаю тут много сделал или нет потому что это под вот эти маффины сколько там 12 будем надеяться что это все никогда не выползет из бортов полетение должно нет они же этот в половину вот сколько есть еще столько же поднимаются и тут как раз половина вот этой чашки и как раз поднимется вот до верха будет это вот так последний штришок смотрите как смотрит на маму на маму смотрит да да висни с какао самый вкусный вариант сейчас мама снимет туда внутрь да потому что они этот перегорят сухие будут может тебе это убрать да как будто он у нее реагирует все нет 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 и лопаткой можно их затолкать да лопаткой прям туда все смотри эван смотри папа что делает вот этими штучками туда затолкаем да сейчас будем делать великолепный кекс первый раз пробуем такое не знаю что у нас получится оно еще поднимется и утопится я не хочу чтобы они прямо на дно они поднимется тесто вместе с этими штуками надо внутрь их туда потому что плотное тесто не жидкое такое сейчас я тебя возьму смотри вот я кофе сейчас пью и тебе в дуле он улыбается когда я ему кофе дую давай посмотрим получилось ну все сейчас закидываем тогда и все сколько там минут полчаса поставим там разогрета духовка разогрета ну что мне возить это видео хочу записать будет у вас нет кофе если на него дуешь смотри смотри мама кофе пьет смотри ты же любишь запах кофе смотри вкусно вкусно не знаю уже ничего не знаю все берем ничего себе какая красота вообще думаю получился да конечно вкусно вкусно как пахнет вроде получился да мы даже чуть-чуть передержали 30 минут маффины делать их точно хватает а в этой штуке мы первый раз делаем да может быть перебор конечно но зато более-менее такая хрустящая корочка получилась а внутри вижу что нормально все пахнет великолепно вот и хочется проверить вот эта штука если перевернуть она вообще пригорела или не пригорела может попробуешь сюда перевернуть будет ли легко так вытаскиваться или не будет просто ради интереса да так вот дерни так ну-ка подожди я подержи нет пластиковый да силиконовой штукой не пригорела а че не вылетает оно даже дно наверное ну там краешки может какие-то держит вот здесь вот например прилипло чуть-чуть ты пока не делал маслом да я ну короче пусть остывает может или пока горячее чтобы вылетело да горячее горячее чуть-чуть чуть-чуть даже вот 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 отличненько сейчас тарелка другой ну Оля знает фишки фишки знает Оля вот такая фишка знаете такую фишки все кусочные мощные вот такой вот кекс ребята резать не будем да подождем наверное можно отрезать или половинку так вот сделать напополам просто показать да что вообще получается у нас да напополам ну режется кстати хорошо да вот хорошо что там не пропекся опа не пропекся короче слишком много толстый тут нужно меньше наливать наверное да это конкретно тесто такое для да эти для маффинов по отдельности давай знаешь что сделаем на кусочки сделаем на противне еще дожарим короче первый раз в этой штуке делаю походу делать сюда вообще этот рецепт не подходит или нужно меньше сюда потому что слишком получается высоко и там внутри не пропеклось облом ненько так как в вот в сейчас просто его нарезать и туда да угу он почти да вот в принципе почти готов нет ты так вот делай чтобы он с двух сторон вот это все пропеклось она только знаешь что вот это серединочка маленечко она приподнялась серединка не смогла пропечься чем для этой штуки нужно в два раза меньше здесь налить до вот этого ряд этого рецепта или рецепт подобрать какой-то другой я не опасах нормально вот все и в духовку так по вкусу чем у нас сейчас вкусно на попробую в общем нормально но не в этой штуке если бы это раздел я по этим для маффинов кексы до короче будем делать именно это тесто для вот такие вот штуки такие разливаются он со всех сторон и сверху прям четко видите вот пропекается а вот именно кексы делать какой-то другой нужен рецепт ну ладно мы сейчас так вот доделаем и с чаем пойдет теперь приводы и seizures и здесь на Rockwell я сейчас какого-то если бы тебе tenemos в честь он уже устал да все хочет есть а я тут решил все-таки сделать эти маффины потому что там сейчас приготовиться не знаю насколько это будет вкусно сделал так как я знаю до этого и даже здесь еще круче в этот раз мы с миланой будем использовать уже вот эти корзинки от милана расставила корзинки все давай миланчика начинает получается по ложечке раскладываем да и добавили еще шоколадную крошку делка хочешь добавляем ягоды у нас есть жимолость наша собственная вот свежей заморожена и также весна хорошо сейчас будем много не надо нам ну все да потому что мы вот в этой штуке половинку делали вот так смотри эти штуки высокие тебе кажется что много надо поняла буквально одну ложечку везде ложишь перебор не надо прям ложечку потом ягоды надо наложить вот давай вторую ложку дам можно ложкой вот так вот вы выскребать вот так хорошо ягоды такие вкусные будешь ягодку только я просто покажу как будем делать вот так вот ягодки положим и сверху будем закладывать я думаю получится отличный маффин все вот такие вот кексы мы сделали сейчас их закидываем в духовку посмотрим что получится это мы тоже пробовали сделать значит они не очень мы один большой делали а он внутри вот здесь не пропекся сначала слишком высокий был я думаю что можно кушать но не совсем то что нужно и короче таким методом делать не будем в принципе есть можно а вот тут уже хорошее получится это милана делает молочный супчик до конца не выключат вас убавь все 30 минут прошло я думаю что хорошо получилось вот другое дело достаем отсюда короче намного лучше вот так делать и еще в таких штук готово достал поставил готова и вот эта штука внизу не марается и отсоединить вон можно как хорошо короче шикарно вот так только будем готовить а это уже так себе история кушать в принципе можно но но не очень приятно а здесь прям шикарно вот так 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 вот Красота. Все, сейчас Оля откроет, покажет, что у нас получилось. Подобно открывать. Открывается очень легко. Вот эти лучше, да, чем вот эти, которые маленькие? Не пробовали, поэтому не будем сравнивать. Ну? Горячий же, а что? Нормально. Покажи. Вот такой вот он. Симпатичный. Так, а разрезать, может, разрежешь? Я думаю, получился, да. Весь, да, пропекся. Ну, а теперь, Оля, попробуй. Ну, он еще не остыл, конечно. Что? От вишни? Угу. Как вишни без косточки. Ну, бывает. Да. Покупал там вишни без косточки, написано. Вкусного типа. Да? Угу. Вообще классно. Вот вишня, по-моему, очень вкусная. Нормально? Угу. Следующий этап – крем научусь сделать. Угу. Ну, в общем, рекомендация такая. Вот применяйте вот такое приспособление. Плюс вот эту бумагу туда. И вот так вот по чуть-чуть. И все получится. Получаются великолепные маффины. Вообще классно. Это можно поставить и продавать спокойно вообще. Угу. Да? Да. Да. Отличные маффины. Ты тоже так думаешь? Угу. Шикарные просто. Вот прям реально вкусно. Прям вот сейчас. Очень вкусно. Кайфули. Какой у меня муж молодец? Да. Напишите, что он молодец. Это уже, наверное, прошлый век или мы что-то не умеем. Не знаю. Сколько я пробую вот так выпить. Постоянно какая фигня получается. Вот именно вот эти вот такие кексы. Не надо делать вот на большие. Угу. Ну делают же как-то вот эти кексы здоровые. Ну да. Это другие. Это типа хлеба что-то больше. Это такой кекс надо как-то так рецептить. Ну. Ну я думаю не надо вот этой фигней страдать. Я в той штуке буду хлеб делать. Выпекать лучше. А именно маффины вот самый лучший вариант. И вот это чисто остается. И можно даже вот так вот взять с собой. В пачке, да, вон. Положил. Ничего не разваливается. Все круто. Я хотела сказать, может кто нас смотрит. И вы знаете рецепт хорошего кекса. Ну как с изюмом, с орехами. Я вот хотел кекс с изюмом. Вот Эдгар такой хочет. Напишите, пожалуйста, рецепт. Эдгар будет пробовать. Да, и Эван тоже. Эван тоже будет пробовать. Ты будешь пробовать? Угу. Угу. Угу.